Профессор Казанского федерального университета Лилия Зиганшина совместно с заместителем начальника отдела здравоохранения Калининградской области Лидии Кисарь провели исследование по российским клиническим рекомендациям по хирургическому лечению заболеваний гептобилиарной зоны. Это фактически заболевания печени, заболевания поджелудочной железы, заболевания всех желчевыводящих путей и 12-перстной кишки. Это вот такая серьезная зона. Воспалительные заболевания желчевыводящих путей и поджелудочной железы – это заболевания, которые очень тяжело протекаются, очень высокой температуры, очень тяжело переносятся. И если они останутся без надлежащего лечения, то могут привести к смерти пациентов. В исследовании использовали инструмент ЭГРИ-2, созданный для оценки существующих клинических рекомендаций. Клинические рекомендации – это систематически разрабатываемые документы, содержащие советы и указания по лечению в конкретной клинической ситуации. Этот метод предусматривает именно опрос и вовлеченность специалистов-экспертов в этой предметной области оценить эти клинические рекомендации, но с помощью этого инструмента. В исследовании изучили шесть клинических рекомендаций разных профессиональных компаний. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE. Нам в России следует существенным образом обратить внимание на то, как нужно разрабатывать клинические рекомендации. В сравнительном аспекте, то есть вот этот набор клинических рекомендаций, которые мы нашли, мы нашли их в результате систематического поиска. То есть мы применили еще и элементы подготовки систематического обзора. Проект проходит при поддержке КАК РЕЙН, международной организации, изучающей эффективность медицинских технологий. КАК РЕЙН Россия базируется в Казанском федеральном университете. Организация разрабатывает проект по оценке качества всего инструментария медицины в Российской Федерации. Проект разрабатывается для улучшения здравоохранения. Мы планируем охватить систематические обзоры и метаанализы также в этой области и, собственно, клинические исследования. И соответствующими инструментами их оценить. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. Артем Тупичкин Артем Тупичкин